День добрый, друзья! И снова обзор, и снова веломобиль, и снова веломобиль бренда Berk. Голландский бренд, изготовлен, я думаю, в Китае на коробках видели, но просто стоит фабрика, качество от этого не ухудшается. Производителям рекомендован от 5 до 8, куда, какой до 8, нет, может быть мы неправильно читаем, не понимаем. Я думаю, что этот веломобиль от 3 до 5, до 6 лет максимально подойдет ребенку, будет комфортно ему ездить. Давайте традиционно, по техническим данным, у этого веломобиля скорость вперед и скорость назад педалями. Все, больше у него ни тормоза, ни нейтральной скорости на педалях нет. Если даже вы будете его катить за веревку, или просто ребенок с горки будет ехать, у него будут всегда крутиться педали, всегда. Скорость вперед, скорость назад постоянно идет. Привод видно, нет никакой нейтральной скорости. Привод идет на одно колесо, так должно быть, уважаемые наши подписчики, идет на одно колесо, как вы видите, привод. Так и должно быть, специально здесь стулка стоит, потому что, если будет на два колеса, будет неудобно ехать ребенку. Он особенно на поворотах, как плуг будет за собой тащить. Регулируется сиденье. Сиденье регулируется путем выкручивания болта, болта, путем выкручивания гайки. Вот этой. Раз, два, три положения. То есть по длине рог, по длине ног. Будет удобно ребенку кататься, отрегулируете свое оптимальное положение. Колеса не надувные, но и не пластиковые. Мягкая резина, мягенькие колесики. Веломобиль достаточно качественный, как, собственно, и весь Берг. Такие веломобили у этого бренда стоят в прокатах. Это говорит о том, что... Ну, в общественных прокатах. Это говорит о том, что бренд надежный и качественный. Что можно смело покупать и не бояться, что он рассыпется. Веломобили, особенно все, вот этот Берг, они все на гарантии, все на обслуживании, все с запчастями. Так что, там, если даже вдруг что-то выйдет из строя, это не проблема, все это обслуживается. Сервис полный. Смотрите, какой разворот колес. Не просто колеса выкручиваются, они ложатся. То есть, получается, они не просто выкручиваются, они ложатся вот так вот. Это еще придает маневренности, то есть разворот. А при транспортировке, когда ребенок, допустим, доезд ему кататься, вам нужно будет везти веломобиль. Не надо его нести, его можно просто брать за ручку и как чемодан за собой везти. Но можно в то же время попробовать тоже усадить ребенка, но и сделать веревку, да, везти. Но! Будете веревку везти, ребенок, может, если, конечно, он может куда-то ноги закинуть сюда, он будет всегда крутить педаль. То есть нет нейтральной скорости, это минус. Ну, наверное, для маленьких деток нейтральная скорость, может, не нужна. Они гоняют, энергии много, и здесь не такая большая скорость. Ну, то есть с горки ехать, он не сильно будет разгоняться. Так что, собственно, резюме. Детям от трех до пяти, наверное, в лет. Вот пять и то, наверное, это максимально надо мерить. Если будет у вас возможность перед покупкой, приезжайте с ребенком в выставочные залы, посидите на веломобиле, выберите, покрутите, поверьте, может, другая модель понравится, может, как-то отрегулировать придется вам, да, сидение. Посмотрите, поднимите его, подходит ли он вам по весу, если вдруг там поднять его надо. Да и вообще выберите оптимально с ребенком, если что больше нравится, самому еще и ребенку. Так что, собственно, не только, кстати, ребенку с веломобилем. Веломобиль-то кататься, развлекаться нашим детям, обслуживать, возить их, запчастями там ковыряться и так далее. Это приходит с родителем. Так что, лучше 10 раз отмерить, да, один раз отрезать и выбрать то, что надо. Ну и можно по телефону, специалисты грамотные наверняка порекомендуют, на какой возраст нужен веломобиль. Есть ли обслуживание, ну и много-много вопросов. Есть нейтральная скорость, есть надувные колеса и так далее. Так что, звоните в интернет-магазин и ищите этот веломобиль. В интернете найдете. Так что, собственно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду отвечать вам, если вы будете смотреть мое видео и делать выводы. Грамотные для приобретения какой-то продукции, которая вам необходима. Спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...